И вновь здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в город Набережной Челны! Звенитый Камазовский картодром в Автограде принимал у себя четвертый этап чемпионата и первенства Республики Татарстан по картингу. Сегодня наша вторая программа, посвященная этим соревнованиям, и мы с вами с огромным удовольствием понаблюдаем за самыми яркими фрагментами всех гонок, которые состоялись на земле Автограда. Ну и будет, думаю, интересная борьба. Очень важно и необходимо это в наше время, особенно в нашем автомобильном городе, чтобы мальчишки больше приобщались с техническим видом спорта, тем самым были впоследствии после школы сориентированы в своем выборе на технические вузы. Это очень необходимо. В наше время, в нашей республике, в нашей стране развивать собственное производство. Нужны специалисты, нужны конструкторы, нужны технологи, механики. И вот они как раз сегодня здесь рождаются на этих трассах. И, условно, мы хотим, чтобы еще из этих, там, из 300-500 мальчишек вышел один профессиональный пилот, который в последующем сядет за руль вот этого КамАЗа и будет защищать честь нашей страны. Но это не главное. Главное, что вот они все здесь находящиеся, они любят технику, они любят автомобиль. Это нам очень важно и нужно. Даже не те, кто не станут спортсменами. Они будут на дорогах общего пользования уверенно в своей жизни вести автомобили. Тем самым быть примером для остальных участников движения. Да, без любви к технике, без любви к автомобилям. Добиваться чего-то в картинге, да и вообще в любой отрасли автоспорта просто невозможно. Абсолютно правильные и логичные слова от руководителя команды КамАЗ-мастер Владимира Чайгина. Многократного победителя легендарного ралли-марафона Дакар. Ну а мы, друзья, сейчас будем говорить о первой финальной гонке в классе мини. Понятно, что были у нас с вами квалификации, были у нас с вами отборочные заезды. Но вот сейчас мы добрались до финальных стадий уже, соответственно, в классах мини. Но не только мини, в классах мини Ротекс Макс и КЗ-2. Сейчас говорим о классе мини. Здесь было много участников заявлено, собственно, в этой первой финальной гонке. Ну и обратите внимание, какие проблемы случились у Ярослава Горбунова, у пилота из Набережных Челнов. Кстати, если говорить о ребятах, то здесь большое представительство из соседних регионов. Не только пилоты из Татарстана. Есть ребята из Яшкарулы. Это Николай Шакшин и Даниил Бояринцев. Оба представляют этот замечательный город. Также есть ребята из Угмуртии, из Ижевска. Игорь Килицын и Дмитрий Наумов. Ну и два пилота из Сарманова. Алмаз Махмутов и Султан Юсупов. Все остальные ребята набережные Челнинские, которые здесь, естественно, гораздо лучше знают эту трассу. Ну и имеют на ней гораздо больший накат. А в картинге, да и в кольцевом автоспорте это очень важно. Если ты хорошо знаешь трассу, если знаешь не каждый поворот, то, конечно, гораздо легче тебе выступать. Впрочем, от каких-то форс-мажоров не застрахован никто. И, в принципе, гонки здесь получаются очень и очень непредсказуемыми всегда. Азад Бадриддинов, пилот под девятнадцатым номером. Это еще один представитель набережных Челнов. Пилот команды КАМАЗ Мастер Юниор. Но у него в классе Мини как-то не очень хорошо получалось, в отличие от другого класса, в котором он был представлен. Кстати говоря, что касается Мини, то это серийные одноцилиндровые двигатели воздушного охлаждения. У этих машинок поршневое газораспределение, цилиндр с чугунной гильзой, без коробки передач эти карты. Ну и, соответственно, там центробежная муфта есть и электрический стартер. Вот такие технические особенности этих автомобилей, этих карт в категории мини. Ну, что касается первого места, то в первой гонке Николай Шакшин завоевал это самое первое место. Пилот из Йошкар-Олы. Вторым был Захар Кардинов, сын Андрея Кардинова, чемпиона Дакара 2014 года. Ну а третье место у Филиппа Мурашко, еще одного набережного Челнинского гонщика, который стал в этой гонке третьим. Дальше не Асахунов, Азар Бадридинов, Данил Бояринцев, Николай Волков и Алмаз Махмуд. На втором заезде сможешь удержать первую строчку, не пустить Захара или, может быть, еще кого-то вперед себя? Думаю, смогу. Траектория у меня кроешься, хорошая. Пока не поздравляю. Я не смог заехать, только портовали. Мне руки не подержали. Итак, первую гонку выиграл Николай Шакшин, второе место у Захара Кардинова, третье место у Филиппа Мурашко. Далее, друзья, мы будем говорить о гонке под номером 2 в классе мини, о второй финальной гонке. Ну и, соответственно, здесь у нас расклад был очень похож на тот, что случилось и в первом финальном заезде в классе мини по итогам четвертого этапа. Чемпионата первенства Республики Татарстан. Но здесь вообще, надо сказать, что борьбы действительно было много, потому что участников в каждом заезде в большое количество. Ну, как я рассказал, не только ребята из Наверное Чемлово, не только ребята из Татарстана, но и из близлежащих городов. Здесь сражение между Николаем Шакшиным и Захаром Кардиновым. Захар, надо сказать, очень активную борьбу вел позади Николая. И пилот из Дежка Орлы испытал определенный прессинг со стороны сына легендарного челнинского гонщика. Ну, наверное, можно говорить о том, что легендарно, потому что если ты выиграешь Дакар, ты входишь в историю этого легендарного ралли-марафона, то, конечно, на точке уже к числу суперчемпионов, к числу великих гонщиков. Вот Диас Ахунов, он под 16 номером выступает, но первая гонка, первая гонка он стал четвертым. Во втором заезде тоже, тоже была на финише у него четвертая позиция. Даниил Бояринцев неплохо смотрелся, у него две девятки на борту его карты. Это еще один пилот из Йошкарлы. Ну и, соответственно, посмотрите, какая там была битва, когда сразу четыре пилота находились там буквально в нескольких секундах друг от друга. Даже, наверное, не в секундах, а в нескольких десятых секунды друг от друга. Но, в конце концов, борьба у нас развернулась между двумя ребятами из Йошкарлы. Собственно, Николай Шакшин и Даниил Бояринцев. Плюс ко всему здесь Захар Кардинов и Филипп Мурашко. Они вот тоже очень активными были, но Николаю удалось в итоге выиграть обе гонки. У него стопроцентный результат. Два заезда и 50 баллов на четвертом этапе чемпионата Татарстана. Вот результат второй гонки. Николай Шакшин, ее выигрывает Захар Кардинов второй. Даниил Бояринцев финишировал на третьем месте. Трек сегодня был для тебя сложным или все очень привычно, все как должно было идти? Ну, этот трек для нас родной. Но на гонках, когда приезжают участники из других городов, все равно бывает очень сложно. Было очень хорошо. Я одержал свою четвертую позицию. Правда, лидеры немного оторвались. Ну, впрочем, все не так плохо. Николай Шакшин в итоге выиграл гонку. Захар Кардинов второй, Филипп Мурашко третий. Ну, а мы продолжаем свой рассказ о этом замечательном и очень стильном соревновании. Ну, картинг, как вы знаете, это основа основ автомобильного спорта. И все легендарные чемпионы, которые сейчас представляют свои страны в Формуле 1, представляют команды топ уровня. Перрари, Мерседес, Рэдбул и так далее. Все они начинали с карпинга. Ну, и, кстати, в частности, с класса Ротакс Макс. Ротакс Макс – это интересное сражение. Здесь не так много участников, да, по сравнению с тем, что мы с вами видели в классе Мини. Но, тем не менее, здесь уже гораздо более серьезный уровень, потому что это уже не дети. Это уже состоявшиеся, ну, по сути, взрослые спортсмены. Опять же, класса Ротакс Макс, он гораздо более быстрый. Он гораздо более интересный. Здесь серийный одноцилиндровый двухтактный двигатель водяного охлаждения. Полнопоточный клапан и регулируемый выхлоп. Также нет коробки передач. Ну, а рабочий объем цилиндра – 125 кубических сантиметров. Вот такие технические требования для этих автомобилей. Лилию Давлетгорееву нам показывают. Эта девушка представляет команду AG Team. Но мы знаем, коллектив AG Team очень хорошо представлен и в Ралли Кройс. Сегодня он представлен и в серии СМП РСКГ в классе «Национальный». Ну, вот Лилия Давлетгореева представляет эту команду еще и в чемпионате Татарстана по картингу. При том, что относится, как вы понимаете, там к числу фаворитов. Ну, посмотрим, может быть, у Лилии действительно будет получаться. И в будущем она будет пробовать себя за рулем не только картам, но и какого-то более быстрого, кто знает, формульного кузовного автомобиля. Пока, конечно, сказать сложно, но мы ей, да не только ей, а всем участникам и участницам этих соревнований желаем, конечно же, очень хорошего продолжения спортивной карьеры. У пилота по 35 номер, у Марата Хуснудинова из города Урусу, он представляет карту «Клуб Шмель». Возникли проблемы, он оказался за пределами трассы. Там дошло у него до контакта с кем-то из соперников. В итоге он вылетел за пределы трассы на зеленый газон, но, по крайней мере, там каких-то фатальных повреждений его карт не получил. Что касается лидеров, Искандер Романов, Набережные Челны и Ильдар Фардиев, тоже пилот из Набережных Челнов, бороясь друг с другом на протяжении всей дистанции гонки, при том, что они уехали фактически от всех остальных намного вперед и заняли два первых места. Ну а первой гонки, третьей стала Лилия Давлет-Гореев. 25 баллов набрал Романов, 20 Фардиев, ну и 16 очков у Лилии Давлет-Гореевой. Было, конечно, трудно. Соперники постоянно приседали как бы сзади, постоянно за тобой тянутся, и стараешься уехать, поэтому ошибаешься. По первым двум-трем кругам казалось, что ты наращивал отрыв, и так казалось, что к концовке он будет только больше, но под конец, наоборот, подсел. Почему вот так? Где-то в середине заезда я промахнулся в дальнем повороте, и из-за этого как бы темп мой спал, я немножко растерялся, а потом уже просто ехал, как мне нравилось, и все. Сейчас мы говорим о второй финальной гонке в классе Ротакс Макс, Искандер Романов, который выиграл первый заезд. Ну, наверное, все-таки действительно столкнулся с определенным таким прессингом от партнеров по этой гонке. Ну, можно сказать, что от партнеров по команде, во-первых, да, а можно сказать, что и от коллег по этой гонке. Здесь, кстати, много контактной борьбы было, и опять-таки на старте были сложности у Марата Куснуддина, но все-таки этот парень, наверное, немножечко уступает в классе и Романову, и Фардиеву, хотя у Ильдара эта гонка получилась гораздо сложнее, нежели первый заезд, и здесь он не смог показать такой же результат, который показал в первом заезде. Сразу забегая вперед, скажу, что здесь за лидерство боролись Станислав Меникаев, Искандер Романов, ну и, соответственно, Марат Куснуддинов. У Марата Куснуддинова, несмотря на то, что была маленькая ошибочка на старте, тем не менее, здесь он смог гораздо лучше выступить. Лилию Давлетгарееву нам показывают. Лиля здесь, который выиграл в первой гонке третье место, сейчас сражается с Ильдаром Фардиевым, и вот чем заканчивается их борьба. Ильдар и Лилия оказываются за пределами трассы, но оба гонщика продолжают борьбу. В этом сражении, и, в общем-то, у них здесь такая очень активная была борьба. Но, правда, конечно, из-за этого вылета они много потеряли. Была потеряна скорость, был потерян темп. Нужно было вновь включаться в борьбу. Не знаю, у кого это лучше в итоге получилось, но, в принципе, в этой гонке Лилия смогла финишировать пятый, а Ильдар Фардиев четвертым. То есть, наверное, в принципе, можно сказать о том, что Ильдар чуточку лучше с этим казусом справился. Но, тем не менее, тем не менее, вот такой инцидент, который, возможно, повлиял на распределение места в призовой тройке. Что касается лидеров, то в первой гонке, как мы помним, это был Романов Искандер. В этот раз тоже фактически от всех постарался уехать. Вот немножко поврежденный карт у Ильдара Фардиева. Мы видим, что то место, где располагается рулевая колонка, центральная часть карты, она немножко повреждена. Этот пластиковый съехал на бок. Тем не менее, сражение здесь у Лилии Давлет-Гареева и Ильдара Фардиева было после этой аварии практически на протяжении всей дистанции гонки. Так постоянно они оглядываются друг на друга, смотрят, кто где, кто с какой стороны обгоняет, кто с какой стороны пытается объехать, приехать. Но, в общем, то Лилия выходит вперед, то, соответственно, Ильдар выходит вперед. А это Искандер Романов, который уверенно вышел в лидеры, и здесь спокойно, знаете, безо всяких проблем, безо всяких такое ощущение каких-то усилий. Это, конечно, не так. Это видимое ощущение, это обманчивое ощущение. Но вот такое ощущение, что без каких-либо сверхусилий он, тем не менее, проехал всю дистанцию гонки. Станислав Минникаев, пилот из Казани, представляющий клуб «Факел», добрался он до второго места в этом заезде. Да, у него хорошая получилась эта гонка. Чего не скажешь, конечно, о Сергея Бессмертных, о пилоте из Набережных Челнов, который представляет команду «КамАЗ-Карт». Но вот он стал шестым и последним, собственно, во втором заезде. Всего по шесть участников было что в первой финальной гонке, что во второй. Но у Сергея Бессмертных первая гонка получилась чуточку лучше из-за того, что у Марата Хуснудинова там были проблемы. Но во втором заезде он финишировал на самой последней шестой позиции. Но здесь опять борьба у Лилии Давлет-Гореевой. Сражалась она там с другими пилотами на протяжении всей гонки. И как раз Сергея Бессмертных обогнала в одном из поворот. Искандер Романов набирает 25 очков и во втором заезде. Станислав Леникаев второй, Марат Хуснудинов здесь третий. Первое место безоговорочно огромный, на самом деле, отрыв. Но в первую очередь это, наверное, из-за ошибки основных двух конкурентов. Да, я даже расстроился, когда увидел, что они едут сзади. Потому что все-таки самое главное – это борьба. И борьба честная. И в таких ситуациях очень расстраиваешься со своими соперниками. Нет, это была не ошибка. Был правильный обгон. Но, к сожалению, соперники начинают крыть твою траекторию, чтобы ты их не обошел. И поэтому у нас был сход. В итоге он мне там же отомстил, конечно. Есть какая-то определенная, даже не спортивная, а человеческая злость после этой ситуации? Нет, человеческой злости нет. Все спортивное недопонимание есть как пилота. Ну, это вон, как это бывает. Ну, то есть можно с уверенностью сказать, что ты не расстроенный из-за этой ситуации? Нет, у нас были первые заезды проблемы с машиной. Во второй заезд мы нашли все самые настройки. Мы были быстрее, чем пилот, который ехал впереди меня. Просто, ну, так получилось. Такое бывает. Соответственно, Искандер Романов выигрывает этот этап. Чемпионаты и первенства Татарстана по картингу в классе Ротакс Макс. Ну, и, соответственно, мы видим, что набирает максимум очков 50 баллов из 50 возможных. Все участники довольны. Мы пытаемся организовать и обедом накормить, и другими, как бы сказать, условия создавать для наших гонщиков. Судейская коллегия работала хорошо, комиссары тоже хорошо работали, и замчали. Ну, а мы продолжаем, и сейчас будем говорить о классе КЗ-2. Пожалуй, самый интересный класс. Почему? Да, потому что здесь будут выступать главные звезды команды КАМАЗ-Мастер. Соответственно, Айрат Мардеев и Андрей Кординов. И смотрим фрагменты первой финальной гонки в этом классе. Там проблемы были у кого-то на самом старте, потому что очень как-то сильно задымился один из картов на стартовой решетке. Но, тем не менее, всем удалось стартовать. Всего 7 участников, тоже не такое большое количество. Но зато, зато здесь Андрей Кординов и Айрат Мардеев. Эти люди на легендарных челнинских грузовиках выигрывали супер-марафоны под названием Дакар. Борис Гарифуллин тем временем очень здорово стартовал. Пожалуй, это один из фаворитов, если не главный фаворит этих соревнований. Даже наряду с тем, что здесь есть и Андрей Кординов и Айрат Мардеев. Ну, вот Кординова-младшего мы сегодня видели уже. Сейчас смотрим и на Андрея Кординова. На Кординова-старшего, получается. Андрей здесь выступает под 14 номером. Что касается Айрата Мардеева, у него карт под номером 4. Для профессиональных гонщиков, понятно, карт, ну, вообще картинг, да. Эта штука очень-очень полезная, потому что позволяет, опять же, с точки зрения физической формы себя поддерживать в таком хорошем состоянии, в хорошем тонусе. Ну, и опять же, позволяет тренировать какие-то, может быть, гоночные моменты, которые очень важны и там, в пустыне. Пусть мы знаем, что Айрат и Андрей выступают в песках, выступают не на асфальте, но, тем не менее, картинг – это очень хорошая школа, очень хорошая подготовка. А, Дима, я смотрю, чертый калач! Что касается класса КЗ-2, ну, в принципе, и КЗ-1, и КЗ-2 – это серийный одноцилиндровый двигатель воздушного или водяного охлаждения. Машины с полнопоточным клапаном, с коробкой передачи и максимальный рабочий объем цилиндра здесь 125 кубических сантиметров. Ну, и, соответственно, понятно, что в чемпионате Татарстана КЗ-2 – это самый мощный, самый быстрый класс, самый топовый, наверное, даже так можно сказать. У Расуля Миниханова, похоже, там какие-то есть небольшие проблемы, но здесь единственный представитель столицы Татарстана, единственный представитель Казани, потому что все остальные представляют набережные Челны и Камазовскую команду, одну из двух – либо Камаз Мастер Юниор, либо Камаз Карт. В итоге в первой гонке у нас побеждает Аркадий Попов, это пилота, у которого 27-й номер на борту его карта. Вот такие не совсем Камазовские цвета на его болиде, но, тем не менее, тем не менее, то же самое и у Бориса Грифулина, и именно эти двое выигрывают гонку, которая, кстати говоря, в концовке проходила уже под таким легким дождем. Я еще расскажу, что погодные условия менялись у нас от гонки в гонки, и поэтому разные были условия по сцепным характеристикам колес с асфальтом. Попов, Гарифуллин и Дмитрий Авдеев на третьей позиции. Начал вроде неплохо, но в одном из поворотов опустился на третью строчку. Слишком сильно оттормозился или что? Нет, хотел атаковать Аркашу Попова, но не совсем получилось. Скинулся на передачу ниже и допустил ошибку. Сразу же обогнал Дима Авдеев. Сложно потом было вернуться на вторую строчку, а первую уже не думалось? Нет, конечно же, а первую думалось. Темп был хороший достаточно. Я видел, что я еду быстрее их, но и старался нагнать. Трасса очень короткая, обгонок в поворотах очень мало и очень тяжело. Погода интересна, внесла немного свои коррективы, когда после середины где-то пошел такой моросящий дождь. Тут уже нужно было подстроиться под скользкое покрытие. У меня, слава богу, получилось воспользоваться. Я смог пройти Расуля Миниханова. Мы с ним уже боремся несколько гонок и в Казани с ним боролись. Интересная такая борьба. Терять машину начал контроль. Нет опыта. Давно не сидел в дождик, не ездил, поэтому тяжело было. Опять дым на стартовой решетке. Но это вот такая процедура старта. Не бойтесь, уважаемые друзья, это не какие-то механические проблемы. Это вот действительно так резко срываются карты с места. Дым, собственно, от открытия газа и дым, соответственно, от проскальзывания колес на стартовой решетке. Вторая финальная гонка. И здесь опять все внимание Борису Грифулину, Дмитрию Авдееву, естественно, Аркадию Попову. Но скажу, что Айрат Мордеев в первой гонке стал четвертым. Что касается Андрея Кординова, то он в первой гонке стал сильным. Но погодные условия, конечно, непростые. Потому что тут дождь, то трасса вроде бы подсыхает, дождь прекращается. Такие переменчивые погодные условия, они, пожалуй, самые сложные для всех пилотов. Без исключения, каким бы опытом ты не обладал. Потому что одно дело, когда гонка полностью дождевая. Другое дело, когда гонка полностью по сухому асфальту. А когда вот такие переменчивые погодные условия, это всегда непросто. Будь ты хоть Михаилем Шумахером, будь ты хоть Айратом Мордеевым. Без разницы, мне кажется. В этом плане все гораздо сложнее. Расуль Миниханов. Нам сейчас его показывают. Он здесь сражается с Айратом Мордеевым. Правильно, Айрат отметил, что они и в Казани сражались. Эта очная борьба у нас уже на протяжении нескольких этапов продолжается. Ну, тем не менее, может быть, уже и таким даже. Несколько принципиальным это соперничество будет в следующих гонках. Борис Гарифуллин опять вырвался вперед. Борис, который проиграл в первой гонке Аркадию Попову. Сейчас хочет взять реванш. Естественно, он на это очень надеется. По крайней мере, мы видим, что темп у него действительно очень хороший. И очень хорошая скорость. Ну, что Аркадий Попов, что Борис Гарифуллин. Они, в принципе, первую гонку провели очень сильно. И там была такая диспозиция. А здесь несколько иначе. Там, в принципе, Борис Гарифуллин уже первый, а Аркадий Попов второй. То есть, размен позициями он все-таки произошел в этой гонке. Ну, а третье место, как и в первом заезде, осталось у Дмитрия Авдеева. Ну, и в любом случае, Борис Гарифуллин эту гонку выиграл. Так что его поздравляем. Старт не очень получился. В первом повороте зажел немного. Оторвался за счет этого. Потом колеса долго грелись. Из-за этого не получилось быстро татар найти. Аркадий Попов и Борис Гарифуллин в итоге набрали по 45 очков в рамках этого четвертого уже по счету этапа чемпионата и первенства Татарстана в классе КЗ-2. Дмитрий Авдеев стал третьим по итогам этого этапа. Действительно, это родной катодром. Сейчас уже за четвертый десяток перешагнул мой возраст. И я помню, что мой отец сюда привел в возрасте 7 лет. И, конечно, все по-другому тогда было. Но осталось, наверное, то желание участвовать в соревнованиях. То желание, естественно, показать более хороший результат. Ну, отличный результат. То же самое передалось моему сыну. Сейчас мой отец, дед моего внука занимается им и тоже старается показать хорошие результаты. Отличные соревнования. Огромное спасибо большое организаторам за ту возможность, что проходит все на хорошем уровне. Самое главное – безопасность. Что дети в разное будущее их ждет. Но я уверен, что некоторых из них связут их будущее с автомобильным спортом. И вот та основа, которую они сейчас добиваются. Та подложка, которая будет у них в будущем, вот это даст огромный эффект. Да, действительно, это очень правильные, очень важные слова. Так что, друзья, мы с вами будем продолжать смотреть картинг. Будем продолжать смотреть чемпионат и первенство Республики Татарстан по картингу этого сезона. Где борьба очень яркой и напряженной получается. Большое спасибо за внимание. И всего доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!